Короче, сегодня начнём с Ultimate Mickey Challenge. В общем, частенько эта игра у меня мелькала, но спустя 58 игр перерождённого проекта как-то мы ещё не добирались до неё. Я решил, надо хотя бы по одной игре в сотне брать этого Микки Мауса. Так, про таймер не забываем. Здорово, Анкол, как у тебя там Локелис нормально начался? Кроме Гансмоука получилось ещё что-нибудь разобраться? Я, как обычно, весь на работе и поэтому всё время присутствовать не получается. Но когда заходил, прикольно было посмотреть. О, господи, это музыка. Начнём с версии на Game Gear. Вообще, этот Микки Маус, конкретно вот этот Микки Маус с задачками, выходил аж на пяти консолях. Я не знаю, что он так набрал популярность. Так, будем играть за Микки. Три уровня сложности нам сразу в лицо тычут. Кекс, средний и сложный. Нормальное название, но, естественно, на сложный идём. Однажды ночью Микки валялся в кровати и читал книжку со сказками. Здорово, Виталий и Белозист, привет, ребят. Он думал, как было бы круто оказаться где-нибудь далеко-далеко и жить в каком-нибудь заграничном королевстве. Дэмиан, привет. Джиа Воли, здорово, ребят. Спасибо, кто нашёл время в воскресенье подойти. Кто ни на шашлыках, ни на природе. Может, последние тёплые деньки хочет забрать. В магическом замке. И затем он уснул. Что-то замок постоянно какой-то новый. На обложке один, в книге другой. А? Что произошло? Где я? Королевство Бинвик, конечно же. Бин — это Боб переводится. Вик не помню. Но чё-то, короче, типа слабый Боб. Чё-то такое. Землетрясения происходят. Ой-ой-ой, что это? Ты что, новенький в королевстве? Это очередное землетрясение. Мы стараемся всеми путями избегать, но ничего не получается. Скорее всего, этому королевству будет хана. Да, легко тебе шутить. Но никто не может понять причину, как остановить эти землетрясения. Мне кажется, мы обречены. С сокращениями, говорит охранник. Кстати, можно понять, кто говорит, потому что губы шевелятся там. Подождите, ребята, не сдавайтесь. Может быть, я могу чем-то помочь? Это было бы очень благородно с твоей стороны. Очень великая услуга, если ты сможешь остановить это землетрясение, понять причину, из-за чего это происходит. Надоели теплые деньки, днем жарко, ночью холодно. Что-то одно было бы. Погоду очень сложно заставить в одном каком-то состоянии находиться. Так, сразу заходим. Так, я слышал, что ты пытаешься понять причину возникновения землетрясений в королевстве. Это правда? Ну, конечно, соглашаемся. А что нам еще делать? Ну что ж, тогда я могу тебе помочь, если ты отгадаешь секретное восьмибуквенное слово. Прыгай по книжкам, не касаясь поверхности. Угадать слово. Прыгай от книги на книгу, старайся не касаться земли. Удачи. Давайте попробуем. Буквы Б нету, играем в поле чудес. Ванкет, приветствую. Добрый день. Добрый воскресный денек. Вообще, у нас в Сибири холодные, теплые дни наоборот воспринимаются как-то позитивно. Да что ты буква Е так быстро улетает? Я не могу допрыгнуть до нее. Ну, конечно, так и не получилось. Ладно, пойдем дальше пока по буквам. Пока непонятно, какое слово. Я еще не готов угадать его целиком. Да что ты, ничего нету. Аккуратно. Е-А-Е-Ф. Че это за слово, фиг его знают. Аркадный. Говоришь, нет, игра заканчивается. Да, получаем плохую концовку. Королевство полностью разрушено. Микки Маус весь в руинах. И в прямом, и в переносном смысле. Да, заспидранили за пару минут. Если бы мульти все игры так проходились, у меня бы уже... Счетчики, я не знаю. Наверное, игр 500 было минимум. Так, аккуратнее. Дримсонг, привет. Внезапно сразу с начала стрима тебя вижу. Хотя проблем с глазами вроде нету. Так, там же была книга? Была. Так, получается Peaceful, наверное. Значит, не осталась буква У. Да, буква У. Буква Си. Я ее вначале где-то пропустил. Хорошо, что здесь книги в алфавитном порядке идут. Аркадный гансмог хардкорен. Пока не прошел. Зато неизвестный шмаб доктор Топпеледвенча осилил. Там можно... Отстрелить конечности крабу и черепахе. Жуть какая. Надо зайти как-нибудь глянуть к тебе. Че это за шмаб такой? Есть. Слово мирный. Хорошо, игра начинается, кстати. Все, мультислово отгадали. Спасибо тебе за помощь. С моим слабым зрением было бы не так просто это все сделать. Пожалуйста, окажи мне любезность. Возьми эту книгу с заклинаниями. Она поможет тебе в твоем приключении. Пришли в библиотеку. Что получаем? Правильно, книгу. На че еще рассчитывали? Это еще одна игра без контов. Мешок жетонов не поможет. Но когда на аркадном автомате игра без контов, это че-то прям жестоко. Прям жестко. Так, че-то, говорит, холодно и водная какая-то среда там внизу. Походу, надо найти другой способ как туда добраться. Ладно, идем через другую. Одну загадку решили. С этими разобрались. С библиотекой. Так, залазим на самый верх. Тут Дональд в костюме волшебника. Ух ты, Дональд одет как маг. Прикольный костюмчик. Интересно, что он пытается сделать сейчас. Полицейский костюм? Ну нет. Нет, мульти точно нет. Наверное, не проснулся еще? Там кофейку себе сделай. Костюм полицейского-то жестко был. Фантазии такие уже. Игра бы не детская была. Дональд да выпендривался, короче. Ай-яй-яй, прости, что так получилось. Я всего лишь пытался выучить новое заклятие, заклинание уменьшения. Походу оно сработало. Кстати, как там погодка снаружи? Дональд, Микки кричит там, мелкий совсем. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай посмотрим. Чтобы тебя вывести из этого состояния, нужно использовать зелье увеличения или солнечный свет. Я подумаю. Так, ну надо делать заклинание, потому что предмет надо получить. Так, кидай мне, говорит, бутыльки с зельем через магическое зеркало. Я смешаю для тебя специальное зелье. Мульти, это уже фаталити какой-то получится. Зачем так жестоко с Дональдом? Это прикольная игра, кстати, такая отсылка к Сокобану. Сокобан тоже будет интересно как-нибудь на стриме сыграть. Только пока не знаю, за какой взяться. Есть какая-то лютая версия на Famicom Disk System. У Лук ее проходил, потом Женя Богацкий за один присест, как он любит делать. Так, вот тут надо подумать, уже какие-то становятся запутанные места. Так, если я здесь, сюда. А, пока не могу сообразить. Вот с этой, наверное, начнем. Да, вот он, блок еще один. Так, да, сначала верхний уберем. Как я сказал, этот Микки Маус на пяти консолях выходил. Причем, что самое странное, на Нинтендо его не было. То есть, одна из самых популярных консолей, как минимум, у нас. И Микки Маус там обошел стороной. Конкретно вот это издание с загадками. Не хотелось бы ресетить все эти мини-игры. Сразу разобраться с ними. Так, эту если выдвигаем сюда, потом полностью наверх, вроде должно получиться, места там хватит. Впервые играл в Сокобан на Мотороле С200. Там игра называлась Box World. Ну, это разновидности, кстати. Сокобан обычно как раз с коробками связан. Поэтому название с ящиками, оно как бы не лишнее. не что-то эксклюзивное. Так, эту сейчас выдвигаем. Здорово, Дип Ульф. Ну, конкретная мини-игра, да, это типа Сокобана. Вообще здесь гораздо больше мини-игр происходит. Сейчас надо было слово отгадывать, как в Поле Чудесе. Это была первая мини-игра. Второй мини-игрой решил Сокобан пройти. Вообще, вот этот Микки Маус, это набор мини-игр. На логику, на мышление. То есть, начинаем воскресенье с разминки для мозгов. О, нифига, Илюха, здорово. Сколько лет, сколько зим, как говорится. Давненько тебя не видно, не слышно было. Блин, нафиг столько бутыльков, я замучаюсь их двигать. Четыре с этой стороны и пять с другой. Здорово, Илюха, здорово, рад видеть. Так, ну, по-моему, можно вот так сделать. Все, начинаем потихоньку. Сокобан вообще сложная игра. Вообще, в принципе, надо продумывать каждый ход. Ой, зачем я ее сюда отодвинул? Ой, дурак. Все, я ее не смогу убрать. Кнопка Б, ресетить, отлично. Ладно, пока не страшно. Очень страшная игра, любая ошибка наказуемого. Здесь, например, нельзя в самый край ставить бутылки. Если поставить бутылки в край, мы уже никак не сможем достать. Вообще все, и как тебе опыт? Сокобан понравилась игра или такое себе? Есть, конечно, душные игры для развития. Типа пятнашек. Надо уметь в них играть. Венгерские кольца, мне кажется, очень сложная игра. Это знаете, где в ряд выставлены разноцветные кольца, тебе надо вращать по периметру круглую фиговину. И все цвета составить. Короче, типа кубика Рубика, только сделано все в круглом таком дизайне. Вот венгерские кольца тоже очень сложные. Там мозг может взорваться, как нифиг делать. Я вообще считаю венгерские кольца, наверное, самым сложным, что придумали. Там так запутать могут, замучаешься, распутывать. Может, когда-нибудь доберусь на ПК до поинт-эн-кликов, до поиска скрытых предметов. Там часто такие игры встречаются между делом. Когда надо найти какие-то предметы, тебе еще какие-то мини-игры ставят. И венгерские кольца очень часто любят пихать в подобные игры. Есть такая польская фирма Artifex Mundi. Вот они любители подобных игр. Я в стиме как-то проходил на все ачивки несколько штук. У них очень много подобных игр. Тоже неплохо так развивают. Герой же РПГ заказал штук 20 лечилок. Отдуваться будет Микки. Прикольно. Коль нам, кол, мне понравилось. Варенье ворует. Да, немножко странно выглядит вот это зелье. Реально на какое-то варенье похоже. Я был на грани отчислений за долгов. Пришлось порвать все, что можно, чтобы быстро закрыть. Ай-яй-яй, Илюха, как же ты так допустил? Я когда учился, у меня не было долгов. Мне как-то учеба, по крайней мере, до четвертого курса очень легко давалась. Потом начались профильные предметы, там немножко взвыл. Но так, чтобы совсем печально было, до такого не доводил. Но сейчас-то нормально у тебя все. Так, вот здесь как-то странно мне ставят. Я даже не вижу, куда выдвигаться. Здорово, Нейл. Да, взялся за старое. Все старое. Как там? Все новое, это хорошо забытое старое. Правильно же. Перерожденный проект. Какие-то игры будут часто на глаза попадаться. Какие-то вы впервые будете видеть. Список внушительный. У меня только 58 игр в копилке. Надо развиваться, двигаться дальше. И, конечно же, будет попадаться то, что, скорее всего, многие видели. Насчет шахмат не знаю, Дип Ульф. Шахматы прикольная игра. Я бы не сказал, что она какая-то душная. Шахматы интересно поиграть. Так, как вот здесь правильно сделать? Наверное, сначала вот эту банку надо подвинуть. Да, и останется последняя. Последнюю, кстати, через верх можно толкануть. Слава, привет. Слав, я все никак не могу тебе написать насчет топ-гир. Потому что, видишь, как у меня происходит? За 10 дней впервые до эфира добрался. Я даже близко пока не могу тебе сказать, когда топ-гир будет. И топ-гир такая игра, там надо садиться конкретно. То есть часа на 4, скорее всего. Возможно, первый раз с паролями придется проходить. Вообще, с реквестами кризис пока очень серьезный. Ну вот, смотри, это зелье пришлось кстати. Спасибо за помощь, Микки. Звучит как название колбасы? Не знаю. Колбасу давно уже не ел. Вот тебе очки. Возможно, они помогут в твоем квесте. Так, сразу обратно к Дональду заходим. По-моему, книжку надо ему отдать. Сахарыч, привет. Отремонтировал ретро-видеокарту. Месяц чинил. Нифига себе, месяц. Чё там такое? Такая сложная поломка была. Да, отдаем книгу Дональду. Теперь он может практиковаться с новыми заклинаниями какими-нибудь. Спасибо, теперь я узнаю больше трюков. Спасибо. Вот магический боб от меня. Гаррет, привет. Сейнт, Уссури. Привет, ребят, кто подходит. Тактикс, здорово. Давненько тебя в чате не видел, кстати. Даже с учетом того, что я сам редко стримлю. Спасибо, Тактикс, что заглянул. Так, куда теперь? У нас еще два прохода внизу осталось. Ой, блин, вот это душнина будет. Это на запоминание. Эй, мост что-то не двигается. Походу в нем что-то застряло. Ты сможешь нам помочь, Микки? Доброго воскресного утра. Взаимно, Сахарыч, взаимно. Надеюсь, у всех доброе утро. Хорошего стрима. Спасибо, Слав. Спасибо. Я смотрю, ты тоже что-то взялся очень плотно. Джо и Маков проходил. Еще и за двоих решил поиграть. Очень редкое явление. Только у Мартируса подобное видел. Прыгай на насосы в правильном порядке, чтобы запустить механизм. Так, давайте я буду помечать на всякий случай. Опять ручка не пишет, нифига. Так, 1-4. Бэтмен, здорово. Впервые это вижу, считается старым. Не знаю, нейл прочеты. Вряд ли ты это видишь первый раз. Может, забыл просто. Я вообще частенько играл. 1-4-3. Хорошо, хоть здесь последовательность не меняется. Просто новый элемент добавляется. На Харди это вообще душнина. Здесь столько элементов придется заполнить. Так, 1-4-3. 1-4-3-3. Нас никто не гонит, таймера нет. Можно подумать спокойно. Здорово, Бэтмен, здорово. Сейчас Микки Маус хотел часы, кстати, показать. Че к чему. 1-4-3-3. Гусь доволен. Да, вот Дональду будет чем заняться теперь. Возможно, в этой книге даже какие-нибудь пошлые заклинания есть. Венгардиум Левиоса. И просто... Юбка одной известной героини взмывает верх. Ладно, у нас детская игра. Интеллектуальная. Не будем пошлить. Так, это уже 5 элементов. 1-4-3-3-3-4. Видите, как запутать пытаются? 1-4-3-3-4. Помню эту загадку. Да, Гаррет, если получится, я буду не против помощи. Здесь пока понятно все, в принципе. Дальше повеселее будет. 3-4. Насчет топ-гир тоже не могу написать. Хотел предложить заменить на более простую игру. Сейчас, Славда, читаю. 3-4. 4 еще раз. Странно, пока второй элемент игнорируют. Второй насос даже не используется. Часто смотрю твои стримы, не знаю, Нейл. Очень странные вопросы. Я статистику не веду того, как часто ты мои стримы смотришь. 1-4-3-3-3-3-3-3-3-4-4. Какую именно потом напишу? Ну, если что, Слав, можешь ВК тогда написать. Давай подумаем. Может, топ-гир, правда, пока не стоит. Так, тройка была последняя. Я две версии Rock'n'Roll Racing прошел. В принципе, гоночные симуляторы немножко погоняли. Смотри, Слав, на твое усмотрение. Но я, честно говорю, я с реквестами пока, можно сказать, в кризисе нахожусь. У меня выпали такие заказы, которые так просто не поддадутся. Так, 3-4-4-3. Капец, уже сколько элементов. Спасибо, Никит. Джо и Мак не первая игра, которую проходит один за двоих. Были некоторые другие. В зависимости от игр бывает прохожу один за двоих. А ты, кстати, шмаб какой-нибудь не проходил на двоих? Ну, в смысле, с одного управления. Так, 1-4-3-3-3-3-2-4-2-4-3-1. И эта мини-игра не хочет заканчиваться. Она продолжается дальше. 2-4-6-8-9 цифр уже. И они никак не могут угомониться, сколько я там воды уже накачал. О, и, видать, напоследок все-таки решили второй насос подрубить. Игра новая, если вижу впервые. Но если действительно впервые видишь, то, конечно, новая. Если нигде не видел, по-моему, это очевидно. 3-3-4-4-4-4-4-4-3-1-2. Ну, давайте, племянники, хватит уже пытку насосами устраивать. Все, хватит. Да, отлично. Спасибо, Микки. Возьми эту хрустальную туфельку, которую мы нашли. ВК потом напишу насчет какого-нибудь варианта полегче. Другой жанр, думаю, лучше будет. Гонки такое себе. Ну, согласись, Слав, гонки крайне редко кто-то на стримах проходит. Ты видел, например, чтобы OutRun кто-нибудь играл? Kawasaki Challenge с мотоциклами. Zippy Race, например, да, там. Chaze HQ. Forza. Need for Speed. Гонки вообще крайне редко играют, мне кажется. Я пока две версии Rock'n'Roll Racing прошел, мне, в принципе, хватит. Возможно, на Game Boy Advance еще доберусь. Так, Дейзи говорит, что... Нужна помощь с почисткой картин. Надо почистить картины. Но, говорит, надо чистить в определенном порядке, чтобы два одинаковых изображения было. Микки, конечно, соглашается. Спасибо. Сотри пыль со всех этих картин до того, как погаснет факел. Отлично. Еще и мини-игра на время. Так, но здесь уже конкретно придется запоминать. Здесь халявы не будет. Так, Гуфи Плута. Гуфи Плута. Гуфи Плута. Мини. Какой-то тип. Охранник, походу. Гуфи Плута. Гуфи Плута мини. Ну что все разные-то? Сейчас прочитаю, ребят. Сложная мини-игра. Тут надо очень внимательно следить. Иначе с этими картинами надолго застряну. Так, Гуфи Плута мини. Гуфи Плута мини. Если бы она хотя бы не на время была. Так, в самом низу Гуфи Плута. Здесь... А, ну все, Гуфи. Так, в самом низу Плута остается. Здесь Дональд. Здесь мини. Пока, кстати, неплохо. Так, Дейзи впервые появилась. Красный тип, по-моему, второй был. Вот здесь он. Да, отлично. Так, Микки Маус. Первый раз появился Гуфи. Плута был здесь. Первую часть почти закончили. Так, а кто вверху остался? Справа Дейзи. А там я уже забыл. Мини, по-моему. А кто здесь у нас? Да, мини, отлично. Так, красный. Другой красный. Я уже путаться начинаю. О, повезло, что рядом две картины. Юкионик прошел аутран для Иксбокса. Ну и можем поздравить Юкионика. Но все равно, мне кажется, редкий случай, когда запускают гонки. Тем более у Юкионика же какой-то РГГ идет. Вряд ли он сам эти гонки выбрал. Так, здесь Дейзи, там Плута. Наверху Дейзи, потом Плута. Здесь Микки, а здесь Гуфи. Микки, Гуфи, Дейзи, Плута. Микки, Гуфи, Дейзи, Плута. Так, факел пока не моргает, но мне кажется, время уже не так много осталось. Надо быстрее заканчивать. Да сколько этих картин еще? Ряды продолжаю. А вот все, последний, отлично. Так, а красный вот здесь же был? Да, средний ряд закончили. Два Плута, здесь повезло. Микки Маус, по-моему, внизу был. А, я еще не докрутил, надо было вот здесь посмотреть. Да, вот он Микки Маус. Блин, опять забыл. Ну ладно, картины уже мало осталось. Так, вот он Гуфи. Все, верхний ряд добиваем. Четыре картины осталось. За три Плута, Дейзи. Эта мини-игра уже 18+. Есть такие игры, где реально можно одежду стирать с персонажей? Никому не рассказывайте. Есть, отлично, быстро управились. Амкол показывал разные версии с разных консолей и компов. Но показывать это тоже одно, а когда ты чемпионат проходишь, это другое совсем. Отличная работа, спасибо за помощь, Микки. Возьми этот слиток золота, я бы тоже картины за слиток золота почистил. Так, возвращаем ей хрустальную туфельку. По-моему, ей надо отдавать. Больше здесь кандидатов нет. Это хрустальная туфелька, нифига себе. Ты нашел мою хрустальную туфельку. Какое счастье. Ты просто лучший. Дональд пока занимается какими-то там заклинаниями вверху башни. Дейзи какие-то неоднозначные комплименты Микки Маусу отвешивает. Казалось бы, да, вроде Диснея, а такие тут моменты возникают. Так, тоже отдает Боб. Уже два. Надо очки, кстати, библиотекарю отдать. Так, что пропустил? Шмаб один за двоих, по-моему, нет, не проходилось. Понял тебя. Аутран не знаю. Вообще все из перечисленного не проходил. Топ Гир проходил и рок-н-ролл рейсинг. Хочется Найджел Мэнсел пройти из гонок. Интересно, игра тоже сложная, непростая. У Кулхарда какие-то Фомиком челленджи он гонки запускал недавно. Ой-ой-ой, землетрясение какое страшное. Так, а библиотекарь здесь же вроде был. Давайте порадуем его, очки отдадим, пусть читает свои книги. Смотри, эти очки точно помогут тебе видеть лучше. Да, ему случайно выпали, но он их дропнул, потом допрошел сам. Вот, видишь, я тебе про что и говорю, что на свое усмотрение гонки, мне кажется, ретро-стримеры крайне редко берут. Вот рок-н-ролл рейсинг, одни из самых популярных, которые... Ну, там тем более не просто гонки, а безумие какое-то творится. Мины ставишь, ракетами противника взрываешь. Твистед Метал, мне кажется, популярная серия на PS1, которую тоже, бывает, запускают. Вообще, какие еще? Lotus Turbo Challenge, вы видели, чтобы кто-нибудь Lotus проходил на стриме? Гонки крайне редкий жанр. Так, ну че, идем в самое веселое место. Сейчас только рандом определит мою судьбу. Ну и немножко логического мышления. Дима, привет, вижу тебя. Аркадную проходил, могу сказать, не самая сложная версия. Порты на разные компьютеры ужасные. Амкола еще какие-нибудь гоночки запускал? Ага, Бики! Че-то как-то говорит исковерканными словами. Короче, Гуфи в этой версии кузнец. И просит помочь с работой. Да, конечно, Гуфи. Отлично, я так и думал. Слушай, помоги мне расставить инструменты в правильном порядке. А то че-то их... Че-то я их все перепутал. Мистер Плазма, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что заглянул. У меня сегодня с утра такие... Разминка для мозга, можно сказать. Я буду давать тебе подсказки каждый раз, когда ты будешь пытаться сложить их. Так, ну погнали. Самая тролльская мини-игра в этой версии. Четыре болта, один есть. Два ключа, вот это уже плохо. Ну давайте попробуем поставить так. Один такой ключ, один болт. О, все четыре неправильно, отлично. С первой загадкой без проблем разобрались. Просто все меняем расположение и получаем правильное, отлично. Благословляю вас всех, отпускаю грехи, дай вам бог здоровья. Дима, ты когда священником успел стать? Интересно. Аркадную проходил тогда, какую-то из версий точно проходил, некоторые показывал. Стеклянный тапок. Когда показывал аркаду и порт на мегадрайв, именно что прошел. Порты на спектрум, амигу, я не горю желанием проходить. Охотно верю, ампул. Я скорее всего тоже не буду гореть желанием их проходить. Че-то сейчас только солнце было, уже все потемнело. Гонки долгие, по 20 часов в среднем. Ну, смотря какая сюжетка, есть короткие гонки. Тот же аутран, например. Тот же чейз, хкю. Но просто в них надо уметь играть. Так, будет в схеме одна лопата, один болт. Ключей не будет, значит... Два таких ключа, один болт, одна лопата. Скачал Quake Champions, там, как всегда, задроты. Еще в Контру... В Контру Страйк 2 зайди, Люк. О, смотрите, опять все неправильно. Мне пока что-то прям везет жестко. Буквально спидранстратки какие-то. Очень быстро получается отгадывать, потому что подсказки... Короче, где красные блоки, это значит, что предмет есть, но он неправильно установлен. Поэтому просто все меняем. Так, подождите, а почему... А, ну да. Ключи я сейчас правильно поставил. Здесь болт, а здесь лопата получается. Вот сейчас должно правильно быть. Да, вот сейчас правильно. Но это все цветочки. Сейчас самая сложная загадка. С пятью инструментами. Любил такие мини-игры. Мне как-то не доводилось с ними сталкиваться. Вот буквально только в этой игре нашел. Реверси здорово, нифига себе. Ты даже с вахты можешь заходить. Прикольные фотки, кстати, вот там в хоккей зарубались. Зашел, оценил. Так, молотков нет. Два болта, это уже плохо. А, два болта и две лопаты. Блин, ну мне вообще сегодня фартит прям, ребят, не знаю. Прям лютая удача какая-то. Осталось только понять, как их правильно расположить. Валентин, привет. Устраивайся к нам на шахту, увидишь меня вживую. Фига себе, Валентин, какие новости. Даже не знаю, можно ли тебя поздравить с этим. Но если на ВТБ устраиваешься, то скорее всего увидишь меня. Так, две лопаты. Ой-ой-ой, опять неправильно. Блин, казалось бы, загадка на поверхности, но что-то не могу помнить. На гейм-гире настолько все отлично выглядит. Ну, постарались, да, хорошую версию сделали. Самая нелицеприятная версия, наверное, на гейм-бое. Там как-то все смазано выглядит. На ГКР, понял тебя. Ты комиссию прошел уже? Или у тебя процесс только все вот это началось? Так, ну что я неправильно ставлю? Я поменял два элемента и все равно пишет, что правильно. Два элемента правильно, два неправильно. Короче, я рано обрадовался. Сначала был болт-лопата, болт-лопата, мне показало два правильных. Два элемента поменял местами, все равно пишет, что два правильно. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Не могу пока сообразить, хотя разгадка на поверхности где-то. Здорово, Брик. Да, что-то в конце подстава какая-то. Хотя всего два элемента надо правильно поставить. Чей из HQ, помню, в детстве играл-проходил тяжеловато. На эмуляторах до сих пор не проходил. Кстати, Слав, их очень много версий вышло. Чей из HQ. Попробуй на гейм-бое заценить. Там такая играбельная версия. Ищет ключ 40 на 30, чтобы угробить. Интересная версия. В ММК отправили корочку на проверку. Че-то долго устраиваться. Ну, жесткая комиссия. Так все подписали. Ну, не знаю, Валентин, наверное, все-таки можно тебя поздравить с этим событием. Одиннадцатый привет. Да, у меня уже 12 лет стажа под землей. Я тебе больше скажу, у меня сегодня ночная смена, поэтому зря я так спокойно сижу. Для меня открытие только вчера узнал. Half-Life переводится период полураспада. А где узнал, Гаррет? Откуда такие познания? Может, лопата, болт, болт, лопата? Давай попробуем. Лопата, болт, болт, лопата. Мистер Плазма, ты красавчик. Ты мне помог. Спасибо за идею. Действительно, правильная версия. Лопата, болт, болт, лопата. Я поменял два элемента, но я, по сути, поменял один правильный и один неправильный. Поэтому он мне так и написал. Блин, нифига спидран, вообще просто спидран вот этого. Это очень трольская загадка у Гуфи. Четыре инструмента не так просто отгадать. Особенно, когда у тебя на выбор пять инструментов. Мне повезло, что всего два элемента было задействовано. Очень тяжелая работа, но какая есть, а куда деваться? Кто-то должен этим заниматься. Наверное. За выполненную работу я дам тебе молоток. Причем молоток деревянный дал. Че к чему? Так, отдаем Гуфи слиток золота, пусть разбирается. Да, я играю в гонки. Слишком много проходил на разных эпох, разной степени популярности. Амкол, надо у тебя список глянуть. Я, кстати, заходил, что-то так мельком посмотрел. Прикольно ты по годам расписал, как у тебя были игры пройденные. Я себе пару шмапов подметил из твоего списка. Если что, может потом спрошу тебя, как трудности возникнут. Может, нифига, куда я свалился, я думал, сейчас игра зависнет. Через сколько у тебя пенсия? Да, пенсии еще далековато. Еще 15 лет горбатится, если стаж прервется. Если стаж не прервется, где-то в 45 могу выйти. У шахтеров пенсия не особо-то и как бы... Ну, не щадят нас в этом плане. Так, племянникам отдаем молот, пусть разбираются со своим мостом, со своим механизмом. Один из племянников говорит, постучали молотком, нашли какой-то боб. Здесь хотя бы логично объяснено, как этот боб получили. Да, Бэтмен, разобрались уже с загадкой. Мистер Плазма правильно написал. Вот у кого-то мозги с утра уже хорошо работают. Я что-то подзавис, когда начал разгадывать. Фу, наконец-то вся эта работа сделана. Я получил все эти странные бобы. Давайте кинем их в колодец и попробуем загадать желание. Я желаю, я желаю, чтобы стала известна причина всех этих землетрясений в королевстве. Виталя, привет. Здорово, Виталь. Положить болт, забить... Блин, не успеваю. Положить болт, забить лопатой. Гуфи местный мафиозник. Ге-мастер, привет. Взаимно. Так, ну что, идем к причине всех этих землетрясений. Так вот, что вызывало все эти землетрясения в королевстве. Это гигант валяется. Зорг, привет. Если бы я мог разбудить этого гиганта, все землетрясения сразу остановились бы. Давай, дружище, просыпайся. Пора просыпаться. Проснись и пой. Черт, походу это не работает. Придется использовать свою магическую палочку, чтобы разбудить этого гиганта. А, ну что, пятнашки? Погнали пятнашки разгадывать. Так, пятнашки разгадываются по принципу манипуляции двух совместных блоков. Блин, нифига не успеваю. Что-то опять в начале активность очень сильная. Проходите шмап на двоих. Ты о чем, Бэтмен? Я упустил момент. Шмап на двоих? Хочешь, чтобы я с кем-то сыграл или что? Удачи, спасибо, Виталь, спасибо. Давненько к тебе не заглядывал, спасибо, что заскочил. Постучали молотком, пришли соседи, наорали. Стал вести список, иногда забывая, что и на какой сложности прошел. Рад, если заинтересовало. Да, Мкол, прикольно, я обязательно посмотрю еще повнимательнее. Надеюсь выйти на пенсию в 46.50. Реверс у меня примерно так же получится, если стаж не прервется. Примно приветствую, спасибо, что заскочила. Хорошо, что ник вернула. Не совсем в первозданном виде, но так тоже нормально. Отсылка к седьмой финалке, к атаке Сефирота, тоже прикольно смотрится. В эту игру не играл, Плазма. Эта игра выходила на пяти консолях. У тебя будет возможность ознакомиться. Либо жди, когда я буду запускать. Насчет гонок себе открыл такую штуку, как Трек Мания. Еще не играл, на вид очень весело. Купить сейчас не могу, пиратку скачал попробовать. Трек Мания. Первый раз слышу, кстати. Хотя, возможно, у меня в стиме тоже она есть. Так, какие два блока? Сейчас я вспомню, как пятнашки разгадывать. Какие два блока мне надо провести? Так, что-то я запутался. А, вот же он. Да что за фигня? Как этот будильник выглядит? Может попробовать пока низ собрать? Давненько пятнашки не разгадывал. Тоже душная мини-игра. Это надо соображать, как вот это все правильно ставить. Нифига не могу понять, правильно, неправильно, че вообще? Хоть бы образец какой-то нарисовали, как этот верх выглядит. Все какие-то одинаковые. Короче, ладно, идем вниз, попробую снизу собрать. Так, ножку сделал. Хорошо, хоть не на время, но это вообще бы лютая фигня была, если бы на время. Да, всем привет, ребят, с кем, если не поздоровался. Обычно очень увлекся. Брик, у тебя в послужном списке были какие-нибудь гонки? Или не особо этот жанр котируешь? Так, низ хорошо стал собираться, причем уже половина будильника внизу собралась. Вообще, махом собралась нижняя половина. Так, ладно, теперь осталось как-то верх привести в порядок. Так. О, вот так походу. Ну, допустим, верх начинается с этой, а какая рядом будет? На эту не похоже. О, вот так вот походу. Если бы надо было голую бабу собрать, вмиг бы сделал. Ну, определенный опыт есть, но не сказать, что я прям спидраню такие пазлы. Вообще, в стиме у меня подобных игр хватает. По понятным причинам я не могу их на стриме запускать. Так, подождите, а если этот сюда прокрутить? Что-то десятка как-то застряла далеко. Половина будильника уже собрана. Так, надо боковую стенку как-то туда прокинуть. Нифига не могу сообразить. Пустое пространство немножко напрягает. А, подождите, я вообще не то делаю. Да, немножко не то сделал. Угу. Вот эта будет боковая, значит, надо с девяткой как-то прокрутить ее. Это будет боковая. Прокручиваем с девяткой. Не хватало еще оставшийся будильник сломать. Так, так, вот так. Отлично прокрутил. Так, это тоже на место встало. Теперь надо вверх как-то добить уже. Вверх надо с боковушки прокрутить. Так, ну что-то, что-то вырисовывается. Теперь десятку надо прокрутить с вот этой фигней. Но так, чтобы она была правее. То есть сюда. Да блин, опять не то что-то делаю. Во, вот так вот. Давайте убираем это сюда. Отлично. Так, палец почему-то очень далеко оказался. А палец надо с цифрой 11 прокрутить. Как-то это жестко звучит, наверное, прокрутить палец с цифрой 11. Но ничего не поделаешь. Так, это сюда. Да, раньше я как-то половчее все эти загадки делал. Почти собрал уже. Буквально вот пара блоков осталось. Так, а теперь надо вот эти два. Ассалбек, привет. Хорошего стрима, спасибо. Спасибо, Ассалбек. Так. Приятного просмотра, если останешься. Да блин, ну вот же уже где-то совсем близко решение. Да, представляю, как это весело смотреть. Димана, привет. Старею? Ну, как бы от этого никто не застрахован. Термин «нова» связан с астрономией в целом. Плюс еще созвучно имени героини из малоизвестного комикса. Ну, точно малоизвестный. Потому что про комиксы я не подумал даже. Так, теперь палец надо с цифрой 2 прокрутить. Палец прокручиваем с цифрой 2. Есть, отлично. Собрали. А? Что? Что произошло? Кто посмел разбудить меня? Вот тут есть одно тройство. Если выбрать второй вариант, типа, это не я, мистер гигант, сэр. Это не я сделал. Он просто обратно уснет, и придется будильник заново собирать. Я подобным заниматься не хочу, поэтому просто выбираем, что это был я. И гигант говорит, о, спасибо. Мне какой-то странный сон снился. Я никак не мог проснуться. Тут же звонит этот будильник у Мики. Спасибо, Брик, за совет. Ты хотел, чтобы лангплей игры удлинился? Мне и так еще 4 версии проходить этого Мики Мауса со временем. Мики проснулся, спрашивает сам у себя, интересно, а чем там история закончилась? И жили они долго и счастливо. Долгое время, и, короче, все было у них хорошо. Что? Мики ошарашен, типа, там же его нарисовали в конце книги. Он так и не понял, сон это был, или действительно в какое-то королевство попадал, потому что книга заканчивается, где Мики Маус тоже изображал. Ой, спустя полторы недели хоть что-то прошло, наконец-то. Статистику на геймгир еще немножко пополним. 59-й игрой становится Мики Маус Ultimate Challenge на Харде. Игра с загадками, с головоломками. Сейчас вернусь в чат, пока пятнашки разгадывал, посмотрю, что написали. Дождемся конца титров, будем дальше двигаться. А дальше еще веселее. Спасибо, Асселбек, Брик, Димана, Сейн. Спасибо, ребят. Раз ультимативный челлендж, значит сложных игр по Мике больше не будет. Да, если бы, Брик, эти твои слова были правдой, если бы это действительно так было. К сожалению, с Микки Маусом есть хардкорные игры. Я думаю, тебе даже примеры не надо приводить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok